Ребята, всем привет! Вы на канале Семена на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь. Прямо под виноградом начинаем этот выпуск. Мы сегодня в полном составе. Вон там Родион уже листики крепит винограду. Мы приехали в наше любимое Витязево. И давайте пойдем его смотреть. Прогуляемся по параллии и съедим что-нибудь из греческой кухни. Сидим? Фасфуты. Фасфута, фасфута. Я, конечно, не планировал. Но, наверное, да, мы съедим, пройдемся. У них главная здесь-то примечательность, такая параллия. Она же набережная, но она идет так перпендикулярно морю. Посмотрим, какая обстановка на море сейчас. Давайте смотреть. Итак, смотрите, здесь сразу вдоль моря есть вот такой вот парк аттракционов. Недавно поставили им колецо обозрения. Ребятки, кто сюда будет приезжать, знайте, что с парковкой... Так, с парковкой здесь полный копец. Так, все, нас пропустили, мы перешли. Так, пиццерия, все традиционно усыпано различными палатками, туалеты. Дом вверх дном. Сейчас мы будем. Здесь все сделано в греческом стиле, потому что вроде когда-то здесь жили греки, и сейчас здесь тоже проживает много греков, таких уже, как сказать правильно, обрусевших. Вот она, параллия. Вот такие вот, ребята, здесь колонны. Кстати, здесь вот можно взять, погонять на самокатах. Вот она, параллия. Центральный пляж Витязева. Вот она улица. Мы когда жили Витязева, мы жили, короче, там. Нужно всегда было ездить. И как только попадаем сюда, ребята, здесь начинаются запахи шашлыков, вот этих маленьких спашек, кафе Аллада, всякие вот такие вот названия. Здесь очень красиво как днем, так и вечером. Поэтому кто будет здесь, обязательно, друзья, побывайте здесь и днем, и вечером. Здорово! Здорово! Вот, вот так вот нас встречают, видите, клуб Голланды. Привет, привет. Так, смотрите, видите, как здесь все встречают. Привет, привет. Есть караоке, надуваж и вот такой вот памятник, видимо, греческим воинам. Столовая номер один, есть фотозона Витязева, конечно, это все платно. Стоит еще одна скульптура без руки, фрегаты. Видите, все такое вот в греческом стиле. Так, дальше есть, ну, традиционно всякие татушки, плетение косичек, кафешечки. И, да, запахи здесь безумные. Надеюсь, мы сейчас, как Настя бы сказала, что-нибудь отведаем такого местного. Так, ну, конечно, здесь вот эти издеватели над животными. Я не знаю, почему их никто не контролирует и никто не выгоняет. Вообще, конечно, не рекомендуем брать животных, фотографироваться, потому что это полная жесть. Фонтан, который не работает почему-то. Куча столовых на любой, пожалуй, вкус и цвет, кошелек. Вот еще, видите, одна скульптура стоит с цензурой. Цветут всякие растения. Видите, как красиво. Это вот, короче, главное туристическое... Хотел сказать проход, но это не проход, это именно Пораллия. Она же набережная, я уже выше говорил. Но здесь вот по вечерам людей очень много. Видимо, все тусуются на пляже. Ну, посмотрим там обстановку. Зеленые скульптурки вот такие остановили на Пораллии. Вот, в общем, заряжайте телефоны и го сюда будете фотографироваться. Вот, видите, типа вот такая зеленая скульптурка. Детишкам кайф. Такое желтенькое что-то цветет. Девчонки мимо не проходят. Конечно, фотографируются, потому что смотрятся очень классно. Так, здесь, видимо, какой-то концерт. И вот опять они животные. Даже вот с такой вот арочкой. Я не знаю, почему никто не прикрывает этот, блин, беспредел, издевательство. Пвенный дворик. Крокодиловая ферма тут, кстати, есть. Вот она. Смотрите. Очень прикольно сделали вход. Как будто ты прям заходишь к крокодилу в пасть. Интересно. Виртуальная реальность. Единственное, что я точно надо пробовать, кто ни разу не ездил, это вот виртуальные всякие вот такие штуки. Потому что эмоции это лучшее, что можно привезти со своего отпуска. А еще такое большое количество инвалидов я вообще не видел нигде на нашем берегу. Вот почему-то только видите его. Я не знаю, кто тоже в курсе, с чем это связано. Напишите в комментариях. Но они реально. Через каждые буквально 10 метров. Кстати, здесь есть еще такие супермаркеты типа посоль, есть аптека, есть обычные магазины продукты. Это типа поделка, перекрестка. Видите, перекресток к твердым знаком. Прикольно. Так, нам совсем чуть-чуть осталось до пляжа. Курортный роман. Смотрите, там есть картинг. Я помню вот эту вот палатку. Мы здесь покупали на Настеньке. Что-то за 400 рублей что ли. И для Каяшского озера. Смотрите, фотка. Дешевые, сердитые и платья, кстати, классного качества. Вот такой вот выбор блюд на мангалах. Вот куда-то что-то приглашают. Это в кафе, видимо, куда-то. Буду тут проезжать часть, кстати, тоже. Будьте внимательны. Осторожно, да, кто здесь будет. Будете переходить. Здесь фонтанчик, кстати, очень большой выбор вин, которые я, кстати, не рекомендую. Неизвестно из чего. Они хоть там нарисованы типа а-ля такие бочки, но что внутри вообще непонятно. Прямо на паралле мы зашли вот в такое вот местечко. И возьмем, хотел сказать, национальную еду. Будем брать вот это вот гира. Две штуки. И попробуем. Это шаурма. Так, короче, это по сути шаурма. Только способ приготовления чуть другой курицы. Картошку фрит туда ложат. Но в целом то же самое. Вот такой есть слон зеленый. Я не знаю, в каком году это установили, но когда мы здесь были, этого не было. Немножко подулучшили, конечно, параллель. Прикольно здесь сделали. Такие вот интересные моменты для детей. Ну и бесконечное количество палаток. Вот, если вы вдруг не купили себе купальник, то не переживайте, здесь все купите. Причем, говорю вам, ценники вообще нормальные. Вот мы сегодня пацанам купили вот такие сумки, вот, по 300 рублей. Вообще в Анапе, в целом, во всей Анапе цены адекватные. Вот именно, знаете, не в самом центре, а вот Витязево, 100%. Дальше еще одно кафе. Комплекс вообще торгового обслуживания. Прям рынок сделали. Такой мини. Высадки. Высадки, кстати, вообще свежие. Я тоже не помню, чтобы они были. Может, были просто не помню. Домашние выпадщики. Я не знаю, как здесь можно идти. У меня уже живот сейчас просто... Не знаю, что со мной сделает, но запахи какие-то просто бомбические. В общем, кто здесь будет, сюда голодным не приходите. Ну, либо приходите и мучитесь, как я. Так. Дальше. Есть вот такие прогулки. Вот можно оформить, да? Морской круиз. Палатки очень вкусные. Орешки. Мне не совсем нравится, что нет ценников, потому что вас тупо считают и залупят вам вообще любую цену, которую вам хочется. Ни на одном подносе нет цены. Фрукты, овощи. Ну, ребята, тут аналогично. Вот хочется вам рассказать про цены. Ничего не подскажу вообще, потому что нигде его пустила только. 100 рублей 3 штуки. Все. Больше цен нет. Чучкелла тоже неправильно вообще абсолютно висит, потому что пыль оседает на нее. Вы подойдете к купите. Чего-чего-чего? И, короче, как бы все. Электромобили. Все как обычно. Вот этот аттракцион, который и был. В общем, закидываете. Если можете накинуть кольцо, то в эту бутылку забирайте себе совершенно бесплатно. Ну, аниматеры, они как-то все это умеют делать, а люди обычно просто оставляют. Мало кто выигрывает. Мы, по крайней мере, когда здесь отдыхали, сколько смотрели, никто ничего не выигрывал. Так, продолжаем дальше. Я прерываю кадры, потому что жду своих. Они немножко отстают. Точнее, Настенька с Родионом. А мы с Тёмиком вместе. Если вы заметили, то на паралле очень чисто. Стоит через каждые буквально 5-10 метров урны. И вот люди туда все выкидывают. Но мусора вообще не вижу. Это очень-очень приятно. Прямо за это красавчики. Молодцы. Прикольно. Бесконечные палатки. Ну, вот он. Видите, дымок пошел. Как в этом дымку спокойно совершать ходьбу? Вообще не понимаю, как у них тут все красиво. Смотрите, снимайте, показывайте. Ой, вообще. Вот, слышите, да, видите, приветствуют, что снимаем даже вот так вот. Микрофон говорят. Правильно все делать. Снимайте, показывайте. Конечно, нужно это. Ох, тут вот поставили вот такие зонты. И тут прям сразу очень душно. Не знаю, с чем это связано. Вот есть ценники. Вот так они прям посредине поставили. Не знаю, будет вам видно, ставьте на паузу. Присматривайте, смотрите. Вот, ребята, тоже все с ценниками. Красавчик. Картофель 40, шашлык 80. Во, вообще нормальные цены. Булочки по 40. Красота. Ну, то, что да, то, что вот пыль летит, это, конечно, не совсем вау. Вот, но в целом очень вкусно. От рыбы какие запахи идут, специи. Красотища. И вот мы... Не врывайся, Артем. На квадроцикл скатались. И вот мы с вами проходим уже на пляж. Видите, песочек. И правильно Артемка кричит. Мы вот тут вот постоянно катались. Папа, вот это синий, на который катались. Не кричи, пожалуйста. На квадроцикл. Да нет, Тём, то, того уже нету. Есть еще баги. Вот тут вот можно вот так погонять. Прикольно. Вот, видите, прогулки. Есть прям прогулки. Катаются два взрослых и ребенок до пяти лет. Цена не меняется. Прогулки каждый день. Вот у них каждый час. Есть. Кофе с собой. Вот оно, видите, как косички, шарики. Ничего сложного. Фотосессия есть. Тормоз. Сели и поехали. Вот видите, вот так вот. Привлекают. Классно. Вот тут барханы. Клевые. Ноги поднимают, тоже ударишься. Вот квадрики. Установили детский. Кстати, вообще классный аттракцион. У нас пацаны катались вообще довольны вот на этих вот водных мотиках. Не проходите мимо. Катайте с нами. Мы катались на них в Лазаревском, кстати. Вот. Можете выпуск посмотреть. Тоже давайте я ссылочку прикреплю, посмотрите. Вот он пляж. Видите, все уже шуруют с пляжа. А мы наоборот на пляж. Специально здесь отснять и посмотреть. Вообще вспомнить, поностальгировать. Очень круто. Посмотрите, какие батутные штуки сделали детские. Не аквапарк, но тоже прикольно. Так. Кто-то вот так вот развлекает индийской музыкой. Тушь, туалет. Есть камера хранения. Вот такие здесь просторы. Да, широченная береговая линия, но в любом случае всем людям нужно идти как можно ближе к морю. Ну, вот кто-то идет сейчас на море провожать закат, а кто-то идет уже с моря накупались и идут кушать. Вот есть детские игровые, кстати, комнатки. Друзья, поздние билеты, жатые дунки, какой-то прямо за что-то забирают. Да, очень много людей. Так, песок в перемешку с какими-то камушками, деревяшками. Ух, как тут переполнены, ребята. Да, капец. Но сейчас я вам покажу совершенно другую Анапу, совершенно другие пляжи. Вот так вот. море, гельфина. Попробуй, друзья, дуле бы еще есть. Так, ну что, давайте пройдем, да, капец. Попробуем подойти к морю. Я не знаю, конечно, как это у нас еще получится или не получится, но копец. Да, здесь гораздо больше, чем в Анапе людей. Просто я даже не понимаю, как проходить. Но надеюсь, у нас это получится. Я просто хочу подойти к морю и посмотреть, насколько здесь чистое, либо оно грязное. ой-ой-ой, Но оно зеленое. Оно зеленое и очень капец. Родион. Ну да, получше, конечно, чем в центре Анапе, но все равно. Вот такая вот параллель, вот такой вот пляж. В самом Витязе, варит, видите, закат, а людей не становится. Здесь мы купаться не будем. Что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам обстановка, Витязя, а по мне так это полная толпа. Хочу сказать задница. Ну да, толпа, сказал, кстати. Пишите в комментариях, как вам, может быть, кто-то из вас отдыхает, наслаждается этим борщом. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока.